Выпускница «Атома», тренер по образованию, инструктор-методист спортивной школы Олимпийского резерва Светлана Кузьменко всегда придерживается здорового образа жизни. Пять лет назад в рамках областной программы ей предложили обучиться новому для неё направлению. Скандинавская ходьба стала для саровчанки настоящим открытием. С тех пор женщина активно тренируется, развивая технику и получая награды на разных уровнях. В начале октября в составе сборной России Светлане удалось стать победительницей чемпионата мира по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба». Принимали участие спортсмены из 11 стран, ну и в том числе сборная России в составе 16 человек. Соревновательных дистанций было четыре. Первая была техническая дистанция. Это такой симбиоз скорости и техники. Она короткая, меньше километра, но на ней очень большое значение имеет именно техника спортсмена. В этом виде программы я заняла четвёртое место. Ещё одним этапом была эстафета. Три участника шли по 2,5 километра. В женском старте Светлане удалось одержать победу. Последним стал полумарафон 21 километр. Интересная дистанция, одна из моих любимых. Я люблю ходить длинные дистанции, они мне даются лучше, чем короткие. Тоже такая достаточно упорная борьба была. Девочки все шли так скучно, в паровозике. Но в итоге наши сборные России все были впереди своих соперников. Многие ошибочно думают, что скандинавская ходьба подходит главным образом пожилым людям, которые используют палки для уменьшения нагрузки на суставы ног. В реальности всё иначе. Данная дисциплина спортивного туризма привлекает внимание молодых спортсменов. Северная ходьба – это не бабушкин вид спорта, что ей можно заниматься активным, молодым, здоровым спортсменом. Она для всех возрастов. И сейчас к нам на всероссийские соревнования активно стали приезжать молодые спортсмены. Лыжники, лёгкоатлеты, триатлонисты. Они с удовольствием берут палки и встают на палки, изучают технику и начинают принимать участие в соревнованиях. Функциональная база у них есть, сила есть, выносливость есть. И молодёжь сейчас очень активно вступает в свои права. И я рада, что мне ещё удаётся бороться с молодыми спортсменами фактически на равных. В октябре сезон скандинавской ходьбы завершается. По словам Светланы Александровны, зима – время для отдыха и восстановления. Ведь уже в апреле будущего года пройдёт первый старт Кубок Азии в Мурманске. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.